И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескир, но это второй эпизод Air Memories of the Old. Я записываю несколько эпизодов подряд, чтобы в течение нескольких недель нам было проще как-то сориентироваться со списанием, чтобы не особо не дергаться лишний раз. Поэтому пока что вот эта игра будет проходить по субботам, как я сориентируюсь, наверное, геймплеев будет побольше, потому что реально, я считаю, надо их увеличить. Последние несколько лет мы только стримы, 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 понятное дело, время в прямом эфире съедает, а когда вот есть свободное время, но не могу провести, скажем, к примеру, стрим, потому что, скажем, глубокая ночь, может быть, как час, к примеру, то лучше, конечно, бы записать, чтобы потом можно было какое-то время выиграть вечернее, чтобы вам было интересно, и я, если что, мог бы сделать свои дела. Поэтому как-то так будем примерно совмещать. Стримы остаются, никуда они не денутся, а они будут у нас в приоритете. Так, где это мы? Мы вроде у медведя были. Я что-то неправильно понимаю. Мы вроде с вами у медведя были. Последний раз. Я записываюсь. Нет, вы нажите. А, всё, я, кажется, понял. Дело в том, что перед... Вот, как и с первым эпизодом, случился при начальной загрузке у второго эпизода тоже небольшой краши. Поэтому, скорее всего, может быть... Да. Ну-ка, я правильно понимаю? Да, мы здесь. Я был вот тут. Кстати, там интересная информация. Мы, наверное... Я туда слетаю. Хотя, в принципе, мы туда в любом случае будем возвращаться. И там, может быть, ещё раз почитать. Там два интересных свитка. Который рассказывает об истории местной богини. Но, вкратце, мы ничего не упустили. Ну, точнее, как это вот Кара искала некоего спящего бога. Но я вам потом ещё раз зачитаю всё это дело. Я не забуду. А, там ещё, кстати, ачивка была одна. Сейчас её даже вам, наверное, прочитаю. Называется Бея из прошлого. Найдите древнюю ламбу. Ну, животное во льду. Но это на другой стороне вот этого самого большой мега-крепости. Где все спали. А так, в принципе-то, ничего особенно нового не потеряли. Тут ещё какая-то вот... Война двух государств. Взгляд в Безу. Найдите жилище культа разрыва. Типа, большой взрыв, что ли, делали? Допустим. Или это культа разрывного пукана? Можно пояснение? Ну, смотрите, я не могу здесь ни во что обратиться и превратиться. Я нашёл только убежище. О, записочка. Она тут во всю молится. Ой, это вообще землист. Моя любимая смотрит в небо и не узнаёт меня. Я взял её за руку и позвал по имени, но её создание уже пустое. Боюсь, что это влияние голодной звезды. Она похитила её душу. Последователи говорят, что это новый бог. И она часть его. Жрица прежних богов сказала, что её душа потеряна навеки. Но я не хочу этому верить. Она поплыла, попытается закрыть щель между мирами. Но все, кто отправился бродить по другую сторону черты, уже не вернутся. Её звали Сарида. Может, мы позовём? Крикнем, Сариточка. Может, она стала бессмертной, кто знает. Но туда я не допрыгну, как ни крути. То есть, я нашёл чисто такое мини-убежище, но ни о чём. Понятно. Так. Хорошо. Допустим. Допустим. Давай, подгружайся. Допустим, на востоке. Значит, получается, ещё дальше, что ли, блин, лететь? Дело в том, что вот у той панели, если вы помните, мы читали в конце предыдущего эпизода, надо лететь на восток, чтобы найти что-то, что использовал медведь для заморозки врат в северный храм. Забавно, мы в первый-то даже не активировали. Как его активировать, я без понятия. А нам, получается, тут надо, скорее всего, вот сюда. Вон, давайте-то и отправимся. Ну, кстати, вот здесь вам покажу. Здесь есть пара людишек с катапультами. Вот они. Ну, или требушет. А, это скорее требушет. Наверное, требушет всё-таки. Подъём богу-королю. Нужно больше камней для его механических тварей. Работайте или лишитесь слов. Ой, голов. Ну, идёт же. По-другому не скажешь. Так. Теперь вот сюда. О, кто-то есть. Так. Просто не смотри вниз, и всё будет хорошо. Жаль, что я не могу перелететь через эти горы. Гениально! Спасибо за совет. Подождите, горы? Это горы? То есть, это раньше ещё был единый континент, получается, в какой-то момент времени у них. Давайте посмотрю, есть ли что-то наверху у них. Причём не зайти, ходить. Мало ли, может, какая-то ещё душа тут бродит. А мы её не видели. Храм льда и пламени, да? Наверное, сегодня где-то эпизод выйдет под 40 минут, так понимаю. Потому что... О, скоро ещё к стриму подготавливаться. Как долго прогружается? Пока подумаю. И начинается. Какой-то... Какой-то слишком... Пещера гармонии. Да, к нам сюда и нужно было. Да-да-да-да-да. Всё. Мы правильное место нашли. Да-да-да-да. Восток пещеры гармонии. Это медведь. Это человек фоткает что-то. Здесь я, кстати, опять же... О! О-о-о! Я упал. А я могу как-нибудь подняться? Да, вот тут есть подъём. Ну, это радует. Я не хотел падать. Какая вечная гармония. Одна нота играет, играет, играет. А, мне нужны их все, какие тут... Рядом ещё одна. Если кто не заметил, мы сейчас пробежали. Вот она. Три. Их три. Четыре. Четыре ноты гармонии. Так, давайте сначала вот с той начнем. Это колоколы. То есть, нужно каждый колокол зажечь. А тут есть какие-нибудь столы? Есть? Тут даже мосток. Вот на ту сторону. Ещё мне кажется, что... Мы сейчас устроим очередной взрыв пещеры. Ну, не взрыв, а скорее обвал. Ну, в нашем случае, как бы, одно и то же. Учитывая, что первая пыталась нас уничтожить пещера, вторая, скорее всего, попытается. Столько ящиков валяется. Так и должно быть? Что-то мне это... Не очень нравится. Ауч. Ну, хотя бы спасибо, что лёд. А почему нельзя долететь? Здесь птицей стать можно, а пространство достаточно большое. Или здесь способности фонаря не действуют? Просто если последнее... Это многое объясняло бы. Эй, почему ты не пры... Или ты с фонарём не прыгаешь? Нет, у неё одинаково. Странно. То есть, получается, здесь ещё... Затяжной прыжок, что ли, сделали? Ну, красота. Так, ладно. Давай, кролик Бакс Банни. Взять ключ. Так. Ну, это ключ от маяка, насколько я понимаю. И всё. То есть, когда мы взяли фонарь, нас пыталось пробить нечто. В виде живой земли. Спасибо. Нас ждут тентакли. Пушистые тентакли. А, нет. Нас ждёт Тейлс Соника. Подружка-странница добралась на дальний север. Не замёрзла? Даже я чуток мёрзну. А ведь у меня мех. Ну, может, у тебя кровь горячая? Дай попью. Ну, ты тёплая. Над тобой воздух слегка дрожит. Дрожит, как звёзды на крыше мира. Где воздух чист и прозрачен. Где никогда не бывает бурь. Ключ во льду должен разбить ещё больше лёд. Лети на запад. Лети на север. Только не замёрзди, как другие существа до тебя. А как вас звать-то? Пушистые чудо. Какое-то пушистые чудо здесь оказалось. Что из себя представлять, никто ничего не знает. Но оно что-то значит. Ладно, допустим. Уже интересно, уже что-то пошло. Неизвестное чудо-мистик. Так, леденечку пососу. Хорошенький. Ай. Что реально? Записываю, записываю всё. Завтра ещё на сверхурочную выходить. Так, допустим. О, сохранить пошло. Ну, кстати, заодно как раз-таки там вам, на севере, и почитаю. Можем, кстати, к медведю заглянуть, если найдём его. Как-то слишком простенько здесь не находите. О, оказалось ли, что-то нашли. Нет? Показал, значит. Ну, по-моему, вот здесь нашли медведя, насколько я помню. Крыша мира. А, ты лиса здесь, что ли, жила? Мне медведя бы найти ещё раз. Может, он что-то знает, может, он что-то подскажет. Ещё, к примеру, бонусы. Он так много, конечно, сказал, но... А, он, скорее всего, вот на этих, наверное, был. В ближайших островах. Стоп. О, это кто-то стоит. Это человек. А, нет. Всего лишь статуя. Обломок. А, это покрытый снегом статуи. Но тоже, кстати, интересно. Статуи давно утерянного прошлого. Да, заметьте, вот там, где идёт подсвет, нам туда с вами, видимо, и надо, значит. Запомним. Сейчас вам покажу, где это ламбда была. А то мне скажут, что я не показал. Вот она. Вот этот кусок льда. Это ламбда. Видите, такая большая. Жирная. Ну, это реально очень красиво. Наверху пусто. Вот здесь, внизу, как раз свитки я вам сейчас их зачитаю. Так, давай-ка. Раз-два, раз-два. Подходим. Так, это вторая часть. Сначала первая. Я, Зуя, из снега. Сегодня прибыла жрица с хранью Юго-Востока. Она рассказала о большой войне между городами Узрой и Он. Её звали Кара. Она расспрашивала нас о боге, который, по легендам, спит здесь. Спит здесь. Осмотритель Завесы. Наш хранитель свитков поклонился и сказал, что если здесь и есть спящий бог, то он спит так крепко, что даже такая важная гостья не сможет его разбудить. Кара не отступила. И он повёл её в тайные чертоги. Она оставалась там целых три дня и три ночи. Никто не знает, что она там делала. Да спала же, естественно. Что она ещё могла там делать? Она покинула нас, не сказав ни слова. Но её лицо было печальным. Я испугалась за наш народ. Нам осталось лишь хранить свитки наших предков. Нас мало, никто нам не верит. Весь мир сошёл с ума. И больше никогда не станет прежним. Вот такая вот история. Ну, открыть храм. Тук-тук-тук-тук-тук. Колокольный звон. Да начнётся молебен. Прямо влетели в дверь. Он, наверное, там, если он ещё жив, это божество. Он, наверное, немножко удивился такой. Так, кто мою дверь сломал? Кто в дверь влетает? Почему у неё грудь? Наверное, третий был вопрос. Не знаю, какой он третий был. Придумайте свой третий вопрос, какой я бы его задал. Просто как спросил, почему дверь сломался? Почему? Кто влетает в эту дверь? Так. Тук-тук. Есть кто в доме? Ух ты. Ой. Так, двигать клюкну. Закрыто. Это что же за божество здесь должно такое быть? Чтоб через эти... А, это большая дверь. Она большая. Это просто праху для собачек. Ясно. О. Здрасте. Клади здесь. Теперь у нас больше еды, чем мы можем съесть. Уверены? А если он проснётся? Может и не хватить. Это ладно, когда бог в анабиозе, можно понять. А тут как было в анабиозе сон разума. Хрон уже тоже спал? На левую, на правую? На левую, давайте. Слишком темно, ничего не видно. А, это, видимо, головоломка. Надо сначала свет включить. Ясно. Здесь тут мне не надо, не будет с кем сражаться. Жутковат немножко. В начале была спящая. В общем, тьма. Даже ничто. А пустота была. Она дремала в холодной вечности. И всё сущее приснилось ей. Приснилась завеса. И то, что за завесой приснился Творец. И весь мир. Который так похож на воспоминания о доме. Творец танцевал в этом мире. Он вдыхал облака. А ещё пропел солнце. Пропел солнце. Ну, может пропел? Наверное, пропел. Танцуя в облаках, он сделал четыре шага, которые уплотили земли севера, запада, юга и востока. Он поднял горы и наполнил моря водой из облаков. А из земли и воды он создал животных, населив ими море и сушу. Из звёздной пыли он сделал богов, чтобы они ходили по миру и приглядывали за ним. То есть, есть бог, который могущественнее, чем даже вот эти местные башки. В общем, как геншин пакт с листиалами. На всякий случай достану фонарик. Тут темновато, что-то здесь. О! Уже какой-то генераторный отсек пошёл. И зона большая. Сокровище Монте-Сумы какая-то. Так, это колокола, ясно. Там ворота закрыты. Там ворота закрыты. А вон там, наоборот, открыты. Давайте туда сначала схожу, посмотрю-ка. Тут, кстати, всё развалено ещё. Вот тут открыты, да. Добрый день. А, это статуя. Ещё одна статуя, ещё одна статуя. Я словно попал в зал аватара. А, тут зак... Ясно, тут развал. Значит, в другую сторону пойдём. Так. Прежде чем запускать колокола, надо сначала всё изучить. А то мало ли... Найду какую-нибудь информацию. Которая, может быть, полезна. Вот, к примеру. Руки склоните, склоните к рукам. Так, а это другой вход. Тоже запертый пока что. Это короткий путь, что ли, да? Да, это короткий путь я открыл. Значит, я всё правильно делаю. Значит, пока всё правильно делаю. Когда мы умираем, наши души возвращаются в вечность, из которой они сотворены. Души — это звёзды, которые Творец вложил в наши сердца. Так повелось во Вселенной, когда рождается дитя с небес, спускается звезда и наполняет его тело вечным светом. Когда тело умирает и обращается в прах, звезда улетает обратно в небо, минуя завесу в Царство Огня. Творец оставил нас и отправился странствовать среди звёзд в поисках нового дома. Когда он его найдёт, то мы снова родимся на свет. Интересная у них шиза. Так, ну а тут заперто, ясно. Может, получится допрыгнуть? Свету прыжком? Нет. Там, в любом случае, нужно открывать вход с другой стороны. Ладно, мы по крайней мере здесь прошли, посмотрели. Но я нашёл только вот эту табличку. В общем, это чисто экскурсионный заход. Ладно, пойдёмте тогда активировать. Забавно, что больше нигде душ нет. Может быть, здесь среди колоколов что-то валяется? Забавно, но среди колоколов тоже пусто. Надеюсь, это не задачка на последовательность. Ха, конечно, задачка на последовательность. Видите, там мерцает. Надо нажимать по порядку. А-а-а. А тут совершенно иной порядок. Так, нам сначала какую? Давайте тогда нижнюю откроем. Так, а как считать? Наверное, вот так. Ага. Да. Сначала вот ту откроем. Так, хорошо. Так. Ясно. В общем, это кодовый механизм. Хорошо. Раз. Два. Три. Пойдёмте сначала вбок. Обычно всегда всё самое важное находится впереди и в глубине. Хотя я, наверное, начинаю думать, что... Может, я был и не прав. Ну ладно, пройдёмся, посмотрим везде. О! Символ ключа. А, тут нужно символ вот этого, что внизу сделать. Ну, это хорошо, когда есть так. Так, отлично. Ну, почти, но не то. О! О! Тут пара людишек. Значит, для нас двоих всё кончено? А что вы обсуждаете-то хотя бы? Скажите сначала. Никто же не поймёт, кончено или не кончено, если пока... ...ничего не проверишь. Мало ли, может, не кончено. Может, ещё что-то впереди будет интересное. Ну, вот мы сейчас в каком-то храме бегаем. Стоп. Это главный ворот, через который мы изначально вошли. Ясно. Получается, был, значит, заход, что ли, я не заметил его. Так. Значит, если дорожка наверх... Ну, слушайте, такой хороший, многофункциональный храм с низким подходом. Знаете, если бы сюда кто-то вторгался, наверное, люди бы веселись бы с удовольствием. А, и тут ещё, смотрите, тоже ворота какие-то открытые. Так, а как вас открыть? А, вы сами открываетесь. Когда творец создал этот мир, он пробудил богов и поручил заботиться о нём. Первым был Смотритель Завесы, взмывший высоко в небеса. Могучий Страж не подпускал чёрную пустоту, без устали напевая тихие колыбельные, чтобы Великая Спящая не проснулась от сна, который является нашим миром. Ну, подождите, то есть... Слушайте, это реально чё-то попахивает сверхъестественным. Там же, как бы, пустота тоже спала всегда. А Чак её старался не будить. Чтоб она ничего не сожрала. Ну, реально, чё-то попахивает реально сверхъестественным. Тут ничего больше нету? Это чисто, опять же, ремарочка историческая. Интересно, я не спорю, но... И, кстати, открылась две двери. Где вторая, вопрос? Наверное, вторая там внизу. Ну, если что, поищем, побегаем. Хотя, там, может быть, наверху что-то было. Там же была плита. Раскрошенная, может быть, здесь. Я её мог не увидеть. А вот тут ещё вот такой проход, кстати, опять же. Видите, там какой-то мудрец. Или нам, наоборот, наверх надо. Нам, скорее всего, наверх надо. Видите, там вот что-то есть. Скорее всего, там находится ключик. Вот этот самый второй, который нам нужен для маяка. Тут всё на маяке заверзано. Всё на маячке. Ну ладно, идёмте туда вниз. Ключико. Входные врата примерзли. Отсюда уже не выйти. А, медведь их заморозил. Люди, значит, пришли отдыхать, домик устраивать. А тут их заморозили. Так, это мы какую-то энергетическую установку включили. Слушайте, это реально уже что-то смесь сверхъестественного. И сабнафтика Беллоу Зиро напоминает. Кстати, даже по декору очень похоже. Ну, здесь, знаете, что меня радует? Здесь можно быть спокойным. Тут ты спокойно всё ставишь, собираешь в нужном порядке. То есть здесь ты не допустишь какой-то фатальной ошибки. Так, а как мне допрыгнуть туда? А! Умно! Умный в гору не пойдёт. Умный гору обойдёт. Так, и туда отправляется. А что там такое находится? Там целая замерзшая галерея. В общем, какую-то энергию отправляем. Это, так полагаю, спуск для избранных. А здесь закрыта дорога. Знаете, эта смесь мне напоминает Лару Крофт Го с сюжетом сверхъестественного под соусом сабнафтики. Вот что-то среднее. Наверное, неудивительно, что у меня игра заходит. Такой идеальный баланс. Всего немножко и чуть сверху. Теперь там, скорее всего, что-то открылось. Давайте ещё раз, на всякий случай, здесь я пройдусь, посмотрю. Может быть, что-то ещё дополнительно появилось. Может, я что-то не увидел. Какая-то дверь, может быть. О, вот тут ещё дверь одна. Здрасте. Что тут у нас будет? А-а-а, это мосток. Ну, так раз, значит, нам туда и надо. Не зря зашёл. Я хотел сразу наверх идти. Изначально. Пускай мы тут всё активировали. Поток энергии-то. Так, а тут что у нас? Я сюда не подходил пока что ещё. Судя по всему, это какая-то голограмма. Это великие двери. Слушайте, здесь больше тянет инопланетянами. Только с магией. Марвел? Получается какая-то. Вселенная Марвел. Ну, ладно. Ну, реально очень интересно. У нас какая-то, наверное, как раз-таки уйдёт ровно примерно где-то 40-45 минут на всю эту локацию. Это хорошо. Ну, я стараюсь примерно так вот делать. Как-то, не знаю, какой-то... Эталон, наверное, что ли? По времени. Не слишком долго, не слишком мало. Так. Сколько там у нас ещё? Ну, давайте ещё ситочку накину. Так, вот по времени. Я часами замеряю, мне так удобнее. Тут есть, конечно, точки сохранения, но... Кстати, вот эти вот фонтанчики, это точки сохранения. О. Это, полагаю, каждый раз, когда мы... Использовать. Это солнце? Хорошо, что она падает вот так вот. Да, это реально солнышко. У-у-у. А вы божество? Местное. Судя по тому, что это совершенно не другое измерение, скорее всего, так оно и есть. Добрый день. Вы к тулуху? Поближе, поближе подойди, героиня. Ой, какая... Героиня, ну вы о чём? Вы... Мы ещё даже никого не родили. Вы какая быть героиня? Вы о чём? Я не пойму твои... Я не помню твои пёрышки. Я смотритель завесы. Я ох... У него написано на Утилус на боку. Так, это капитан Немо. Играет волшебник из Бурного Города, ясно. Я смотритель завесы. Сохраняю этот мир от вечности. Но слишком много лет я пытаюсь справиться с внешними угрозами. Без веры людской я чувствую, что мои силы на исходе. Совсем немного осталось от грёз великой спящей. От сна, который стал нам домом. А ты знала, что первый сон породил Творца. То есть... Пустота родила бога. А он её убаюкивает и рожает всех остальных других богов. А они уже, в свою очередь, уже людишек и всех остальных. Интересный круговорот инцест, не находите? Причём воображаемый. Всё, воображаемый. Тут прямо говорит, вот этот вот, прямо читайте. Породил Творца первый сон. Во сне всё это родилось. Всё. Ко мне претензий нет. Интересный, кстати, такой круговорот. Его уязвимым местом стала любовь к вам, людям. Чтобы создать вас, он соединил своё сердце с вашими. Но ваши сердца опустили. Мучаясь нарастающей пустотой, Творец вырвал бездну из своего сердца. Но время многое обвиняет. И вот передо мной маленькая героиня. Пусть даже это и человек. Послушай меня, героиня. Это мои последние слова. Ты что, помирать собрался, что ли? Тебе придётся противостоять бездне. И не дать ей явиться в наш мир снова. Но сейчас тебе не хватает сил. Ты обречена. Спасибо, капитан Нево. Может, подлодку свою одолжишь тогда? Я уже ей управлял в своё время несколько раз. Справлюсь и в этот раз. Жрица Кара спрятала три части великой силы. По одной в каждом храбе. Тебе нужно соединить три части снова. Когда я уйду, знаешь, что дни твоего мира сочтены. Ведь никто не будет охранять завесу между разными мирами. Вот, возьми мою часть. Теперь всё зависит от тебя, маленькая героиня. Большой взрыв. Так, на что сейчас? Приратят кита, что ли? Так, опять. Здравствуйте, барышня. В который раз я вас вижу? Может, вы хотя бы представитесь? А, вот пустота. Всё? Ясно? Спасибо, что представились. Ледяной мавзолей. Пройти монастырь. Ну, или мне надо было бежать. А это выход наружу будет? Или... Я только сейчас подумал, что я вошёл в неизвестность, не подумав. Я же мог, к примеру, выйти обратным путём. Надеюсь, это не смена локации из... Потому что мы предыдущую-то огромную, не всю местность изучили. Я как-то не думал, что так быстро всё пройдёт. Крыша мира. А, нас сюда отправило. Ну, это другой разговор. А, и всё, вход заморозился. То есть, войти туда теперь больше не могу, да? Да, он запечатался. О, там что-то ещё. Какого-то я увидел. А, наверное, снег был. Вот это скорость. Слушайте, если хотите разогнаться очень быстро с помощью этой пяташки, наклоняйте её чуть ниже, под углом, чтобы она разгонялась быстро. Тогда всё будет нормально. Вот, поющие пики. Может, здесь? Да, вот здесь. Жилище медведя. Медведь, к тебе пришли. Вот как раз 45 минут. Мы тут кита увидели. Лису. Сейчас снова медведя встретим. Вообще забавно. Медведь — это первое животное, ну, живое, которое нас тут поприветствовало. Культурное, оказалось. Потом лиса. Киту претензий нет, поскольку он был запер. Похвастаемся, нашли детальку. Может, он подскажет, куда дальше идти. Ну, на севере мы точно всё закончили. Это уже успокаивает. Остаются только другие территории. Вот. Лежит себе, спит. Бодрик из... Бодрик из золотого компаса. Кстати, реально он очень похож. Да ладно. Это реально Бодрик из золотого компаса. Посмотрите, хороший, кстати, фильм. Интересный. Ну, ладно, там безумно-безумно. Но там вот реально был вот медведь, который пропил свою броню. Царь медвежий. Ну, потом мы её вернули. Вот точно такой же выглядит, кстати. Только сейчас заметил. Ах, быстрое чуть-чуть времени. Спасибо, госпожа, что довестили меня и позволил вспомнить прошлое. Да. А мир слабеет и постепенно теряет. Надеюсь, это ещё не конец. Если и конец всей истории, то счастливый. Да, ладно. Не будем его дёргать. Пусть отдыхают. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. И наши социальные сети всё найдёте в описании и в описании. У нас с вами был Альберт Вескер, глава Мбрэвл Качинг. Это Оук Мистер Бэбрик, будем его так звать. Где-то ещё лиса бегает. Кита можно хранить. И мы достали с вами первую деталь от маяка, как я понял. Так что прогресс налицо. В первом случае нас чуть пещера не сожрала, но уличились летать и навесили медведя. Во втором случае потом мы исследовали весь древний храм как Ларкрофт. И опять переложить к медведю. Мне кажется, он стоит даже контрольной точкой во всех местах. Что ж. Слушай, слушай. Что ж, ну а с вами был Вескер. Всем пока, удачи и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok